Продолжение следует... С июля 2010 года граждане третьих стран могут получить постоянный вид на жительство, если приобретут в Латвии недвижимость на сумму от 50 тысяч латов и выше. По данным Управления по делам гражданства и миграции, до 8 февраля этого года на основе данной нормы было удовлетворено 730 заявлений о предоставлении видов на жительство. В целом же выдано 1775 разрешений. В основном этой возможностью пользуются граждане России, Украины, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. В национальном блоке указывают, введение данной нормы было обосновано необходимостью привлечения инвестиций в Латвию, но этот аргумент себя не оправдал. Более того, в национальном блоке уверены, что часто инвестиции в недвижимость фиктивны, так как сделки совершаются между иностранными гражданами и латвийская экономика ничего не получает. На призыв принять участие в программе по обмену детьми уже отозвались более 10 человек. В основном это латышские семьи, готовые на какое-то время принять на проживание в своей семье русских детей. Интерес со стороны русских родителей несколько меньше. Об этом в интервью программе «Разворот» на радио «Болтком» рассказал автор идеи депутаций Мандрей Юдин. Впрочем, эту идею необходимо реализовывать более масштабно, и заниматься этим, по мнению Юдина, должна общественная организация. Никакого принудительного здесь ничего быть не может. То есть, если люди желают, чтобы ребенок лучше познакомился, то они могут, пообщавшись с семьей, для себя решить. Да, действительно, вариант существует. Есть предложение, если будет отклик, то, я думаю, все это произойдет. Конечно, нужна была бы организация, общественная организация, которая могла бы взять на себя, скажем так, вот эту вот функцию, помочь людям найти друг друга. Я вспоминаю, один из откликов был такой. А в чем проблема? Ну, соседи, вот, латыши, они же рядом. Вот вышли из квартиры, в соседней квартире живут. То есть, нужно ли что-то создавать такого рода? Я думаю, что те соседи, которые рядом с нами живут, мы иногда с ними здороваться, не здороваемся, проходим мимо. То есть, люди могли бы давно сами интегрироваться, но здесь возможность, как же, поспособствовать процессу. Объединение против нацизма рассматривает возможность подать в суд на организаторов шествия легионеров, представители которых 16 марта испортили венок, возложенный к памятнику свободы этой организации. Об этом заявил представитель объединения Янис Кузинс. Венок антифашистов сначала загородили плакатом, затем сорвали с него траурную ленту с надписью «Памяти жертв нацизма». В возложении венка участвовали депутаты Европарламента Татьяна Жданок, член латвийского антифашистского центра Иосиф Корен, руководитель центра Симона Визенталя Эфраем Зуров и зарубежные гости. В Латвии проходит сбор подписей под петиции, требующей лишения гражданства многих известных латвийских деятелей, в том числе и Нила Ушакова, а также высылку из страны. Некий Янек Гатис-Гжибовский считает, что выдворить из страны следовало бы Татьяну Жданок, Яниса Урбановича, Валерия Кравцова, Валерия Гешина, Андрея Клементьева и Лариона Гирса, а также Владимира Линдермана и Евгения Осипова. В интервью программе «Утро на Болткоме» Янис Урбанович заявил, что к данной идее следует относиться более чем серьезно. Ну, это совсем не смешно. Очевидно, нацисты не уймутся. Они жаждут больших и больших противостояний, а может быть даже и крови. То, что с каждым годом 16-го марширует больше молодых молодчиков, то, что в правительстве они сидят и обсуждают, как сделать большими героями легионеров. Я думаю, что если так пойдет, то может быть следующий год или через год уже маршировать будет не вокруг памятника свободы, а нового. Поставленного памятника Гитлеру. У Рижской думы нет оснований для запрета запланированного летом гей-парада, заявила моростолица Нелушаков. При этом накануне акции будет проведена оценка рисков безопасности, чтобы исключить возможность беспорядков, добавил он. Напомним, что объединение секс-меньшинств подало заявку на проведение очередного прайда. Самоуправление рассмотрит ее в конце мая. Между тем, как относится Рижане к тому, что один из центральных парков столицы, Верманский, будет закрыт для шествия сторонников нетрадиционной сексуальной ориентации, мы выяснили в вопросе Микс ТВ. Я считаю, что их никто не трогает. В принципе, не надо, просто если ты идешь сам и все время говоришь, что тебя обижают, что ты там, и, ну, если, не знаю, тогда все могут идти, абсолютно все. Ой, я не интересуюсь этим. Мне вообще ни политика, ни ничего не интересует. Отрицательно. Ну, если они хотят где-то, пусть устраивают в другом месте. Какое поздравление? Основа семьи, все-таки это мужчина и женщина, у меня такое мнение. Ну, скорее всего, равнодушно. Мне это как-то не особо волнует, и не отрицательно, не положительно. Меня это совершенно не волнует. Ну, если с обеих сторон идет какое-то самоуважение, и, не знаю, если они не качают свои права, а мы не уничтожаем их права, то все в порядке будет. Это мы крестикуем, это пред. Вистор пред, тогда, кустыбай. Бетвинем, иртесиба отстает. Тапецка, муссу, сабедрбайш, слима. Типа, муссу, сабедрбайш, слима. Типа, муссу, сабедрбайш, слима, 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 слима. Сабедрбайш, муссу, сабедрбайш. Сабедрбайш, муссу, сабедрбайш. В том числе, вице-мэр столицы Андрис Америкс. Партия, как обещают ее создатели, будет защищать интересы Риги, и в основе программы политической силы лежит долгосрочная стратегия развития Риги до 2025 года. Америкс также высоко оценила и его сотрудничество с блоком Центра Согласия и Нилом Ушаковым. Напомним, Центр Согласия и честь служить Риги на следующих муниципальных выборах могут стартовать единым списком. Сегодня в Рижском кафедральном соборе Рождества Христова презентовали книгу святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Свобода и ответственность в поисках гармонии, права человека и достоинства личности». Книга издана на латышском языке и представляет собой сборник статей и выступлений патриарха Московского и всея Руси Кирилла о христианском понимании прав и свобод человека. В центре внимания главный конфликт современности, чем, по мнению автора, является противостояние либеральных цивилизованных стандартов с одной стороны и ценности национальной культурно-религиозной идентичности с другой. Митрополит Рижский и всея Латвия Александр отметил, что это первая книга святейшего патриарха Кирилла, которая переведена на латышский язык и без сомнения она будет интересна читателю, сказал митрополит Рижский и всея Латвия. Вице-мэр Риги Андрис Америкс вместе с представителями Рижской социальной службы поздравил сегодня рижанку Зелму Зарине с ее столетним юбилеем. Зелма Зарине родилась 17 марта 1912 года в Риге. Уже в 18 лет она начала работать на заводе ВЭФ в цехе производства осветительных приборов, продолжала там работу и после войны. Именинница была активной участницей хора ВЭФ. После выхода на пенсию она занималась садоводством и воспитанием внуков. У Зелмы Зарине дочь, две внучки, четыре правнучки, два правнука и уже две праправнучки. В честь юбилея Рижанка получит пособие Рижской думы в размере одной сотни латов. Это пособие получают все горожане, которые достигли ста и более лет. В прошлом году такое пособие получили 58 человек.